Мышление про project manager сразу меняется после пиар-провала. До этого момента мы еще не знаем, как это больно, когда вы все сделали, а люди не пришли. Поэтому я считаю, что это боевое крещение, которое должно случиться у каждого. Но в любом случае мы сейчас поговорим про то, как сделать, что происходит после того, как это случилось. То есть как начинает думать project manager после того, как это произошло? Он начинает уже по-другому немножко планировать свои события, свои мероприятия. То есть он начинает сразу думать, привлекательно ли событие. Или это событие, которое раз за разом повторяется, и у него нету своей аудитории. Он думает, какие сразу пиар-фишки можно внедрить в это мероприятие. Условно говоря, формат библия ночи. Библиотеки бесконечно проводят свои какие-то мероприятия. Про них никто особо не говорит. Но как только они сказали, а к нам теперь можно ночью, то есть они придумали какую-то узкую, очень конкретную фишку, то про них стали сразу говорить, стали сразу рассказывать, потому что появилась фишка, и мероприятие стало, извините за это слово, пиарабельным. То есть оно сразу начало потенциально быть привлекательным для гостей. И мы сразу начинаем думать, какие будут наши пиар-агенты. Вот пиар-агенты – это может быть кто угодно. Условно говоря, пиар-агентом может быть спикер на вашем мероприятии, потому что он за собой привел свою аудиторию. Пиар-агентом могут быть люди, которые являются лидерами мнений для жителей вашего города. Пиар-агентом может быть условно фан-группа, режиссера, которого вы приглашаете, чей фильм вы планируете посмотреть. В общем, мышление проекта, проект-менеджера сразу меняется после пиар-провала. И мы сейчас с вами поговорим про 7 шагов продвижения, какие есть для того, чтобы в итоге у нас не было пустого зала, а чтобы кто-то к нам приходил. И первое, что всегда мы делаем, мы определяем цель, с которой мы вообще начинаем это продвижение. Для чего мы хотим что-то сделать? Это может быть посещаемость. Нам хочется, чтобы люди пришли. Может быть, это продажа билетов, если у нас платное мероприятие. Может быть, это формирование какого-то определенного имиджа. Если вы ставите такую цель, то нужно четко понимать, какой имидж вы хотите сформировать. Например, площадки, на которые уходит молодежь, продвинутые площадки. Площадки, на которые уходит интеллектуальная публика. Площадка, на которой собираются лучшие умы нашего города. То есть, если мы формулируем цель как имидж, то мы сразу четко должны понять, какой имидж мы формируем. Возможно, у вас есть задача формирования сообщества вокруг вашего киноклуба. Пример из давних проектов, которые я начинала делать в Нижнем Новгороде, «Драма Толк». Одной из задачей – это проект, в котором современные режиссеры нижегородские делают читки современных драматургов. Задачей этого проекта было консолидировать сообщество режиссеров и драматургов для того, чтобы они объединились в сообщество и жили не в разрозненном мире своих театров. Возможно, у вас тоже есть какая-то задача формирования сообщества. Возможно, у вас есть задача увеличить информационный охват. То есть, задач может быть бесконечно много, но очень важно понимать, какую цель вы ставите перед продвижением на самом старте. Потому что иначе в конце вы что-то получите, но все будет не то, потому что вы не знали, к чему вы шли, к чему вы идете. Если формулировать эти цели проще, то, условно говоря, они могут быть такие, чтобы про нас знали, чтобы к нам приходили, чтобы у нас оставались и возвращались, или еще чтобы про нас рассказывали. Если мы берем вот такую более простую классификацию целей, она очень понятная, мне кажется, то здесь мы приходим к построению воронки. Как вы знаете, в маркетинге все устроено на воронках продаж. У нас есть большой входящий поток людей, которые узнали про наш товар, про нашу услугу, про наш продукт. Дальше все меньше и меньше людей, которые с нами остаются, и в итоге совершают покупку. Вот для того, чтобы эта воронка работала, люди, которые про нас узнали, тех людей, которые к нам приходят, остаются и начинают быть нашими пиар-агентами, нужно решать две задачи очень простых. Первая задача. Горизонтальная, вторая вертикальная. Горизонтальная – это расширить воронку. Чем больше людей про нас знают, тем больше вероятность, что кто-то из них дойдет. Вторая задача вертикальная – это усиливать вовлеченность. То есть не просто, чтобы знали, но чтобы приходили. Не просто, чтобы приходили, но чтобы оставались. Соответственно, мы как бы протаскиваем людей по этой воронке вниз и вниз, все ближе и ближе к нам. Мы должны с вами понимать, какую цель мы ставим в приоритет. С какой из этих ячеек воронки мы планируем работать активнее всего. Вот это формирование цели на самом первом этапе позволит нам не заблудиться, когда мы уже будем двигаться дальше. Второе, что мы делаем во время продвижения, мы смотрим на наш продукт, который у нас есть. Ваш киноклуб – это в данном случае продукт. И мы смотрим, какое у него есть у ТП, уникальность, уникальное торговое предложение. В чем его уникальность? Чем оно отличается от других киноклубов? Чем оно отличается от других способов провести время? Чем оно отличается от похода в кино? Смотрим, в чем отличие, и сразу же думаем, какие фишки можно добавить. Вот как библиотека сказала, а мы будем проводить мероприятие ночью? Окей. Или, может быть, кто-то из вас знает про формат «Печи куча». Кто-то слышал из вас? Это такая конференция, условно конференция, на которую приходят люди и делают доклады, которые, ну, любую тему, но главная фишка в том, что все доклады должны длиться 20 слайдов по 20 секунд, и слайды сменяются автоматически. Это называется еще такое интеллектуальное караоке. Вот, казалось бы, что может быть скучнее докладов, которые идут одним за другим? Но добавляет сюда фишку вот эта 20 по 20, и все, и людям сразу становится интересно. Они приходят и думают, а я бы смог, а на какую тему я бы рассказал, а как он сейчас облажается, когда у него слайды будут пролистываться. Фишка добавляется, и мероприятие сразу становится гораздо более привлекательным для журналистов, для публики, для аудитории. Поэтому мы сразу думаем про свой продукт, какую фишку мы можем добавить. Если проще еще, то что люди про вас будут пересказывать? Вот, приходи, кино, посмотрим. Вроде бы, как бы такой, не очень яркий информационный повод. Я не знаю, приходи, кино, посмотрим, и обсудим с человеком, который его снимал, уже поярче. А приходи, кино, посмотрим, обсудим с режиссером, который его снимал на английском языке ночью в заброшенном ангаре. То есть это совсем какой-то глобальный такой пиар-повод, про который все напишут. Поэтому мы придумываем, что такого мы можем дополнить, чем дополнить наш проект, наш продукт, который и так хорош, для того, чтобы он привлекал внимание журналистов, аудитории, публики. То есть какой-то бантик к нему приделать, чтобы он сразу стал ярче, привлекательнее именно для журналистов. Дальше мы начинаем с вами рассматривать наших конкурентов. Кто у нас конкуренты? Здесь, естественно, выделяются прямые конкуренты, это другие киноклубы, которые, может быть, существуют в вашем регионе. Может быть, нет. Если у вас нет в городе киноклубов, то это еще не повод расслабляться, потому что у вас есть еще непрямые конкуренты. Это организации, проекты, которые предлагают людям похожую услугу. Может быть, это культурные центры, может быть, это кинотеатры, которые устраивают показы. Но есть еще более драматичная ситуация, что у нас есть еще косвенные конкуренты. Это те способы, которыми люди будут проводить время, вместо того, чтобы прийти к вам. Например, вы будете конкурировать уже не только с киноклубом, но и с тем, чтобы полежать на диване, с тем, чтобы погулять, сходить в торговый центр. Вот как вы будете конкурировать вот с этим? И здесь, когда мы понимаем, что у нас очень много разных конкурентов, то мы смотрим, чем мы выделяемся, чем мы лучше дивана. На диване очень тепло и комфортно, а тут мне надо в какую-то слякоть выходить, куда-то идти. Чем мы лучше диваны? И мы придумываем. Соответственно, мы каждый раз под каждого из этих конкурентов определяем свое отличие, которое к нам будет привлекать людей. Чем мы лучше каждого из конкурентов. И очень важно знать именно про ваш регион, кто у вас конкурент, потому что конкуренция часто оборачивается сотрудничеством и партнерством. Если вы немножечко расходитесь с вашим конкурентом по целевым аудиториям, по задачам, по формату мероприятия, то уже вы становитесь не конкурентами, а партнерами друг для друга. В регионах очень часто организации, проекты культурные дружат друг с другом. И это дает возможность привлекать дополнительную аудиторию. Поэтому очень важно знать, кто еще является игроками на вашем поле. Мы идем дальше, и дальше у нас задача определить нашу целевую аудиторию. С кем мы работаем? Кто наша целевая аудитория? Можно дифференцировать аудиторию по нескольким критериям. Первый критерий, очень простой, который используют все маркетологи, это социально-демографический. Кто наша аудитория? По полу, возрасту, доходу, социальному статусу, семейному положению. То есть что мы можем вот так вот и замерить, глядя на этих людей? Мои студенты очень часто допускают такую стандартную ошибку, когда я спрашиваю, кто ваша целевая аудитория? Ну все, все могут прийти к нам на проект, все могут купить наши украшения, все могут посмотреть наше кино, все могут сходить к нам на концерт. Вот это ошибка, потому что любой маркетолог знает, что всем продать невозможно. Всегда есть аудитория, которая больше заинтересована в вашем продукте, чем остальные. Вот как можно понять, кто ваша целевая аудитория, если вам действительно кажется, что ваша аудитория – это все? Представьте такой момент. Вы берете 100 младших школьников, 100 старших школьников, 100 студентов, 100 молодых горожан, 100 мамочек с детьми, 100 взрослых людей со взрослыми детьми, 100 пенсионеров. Вот из какой из этих сотен придет больше всего людей? Как вы думаете, из какой из них, вот из этих категорий, будет больше всего народу? Вот если вы поймете, что, например, студенты точно к нам придут, а пенсионеры и все остальные не придут, тогда, окей, вы можете рассчитывать, что это ваша целевая аудитория и дальше с ней работать. То есть вы смотрите, какая аудитория будет наиболее емкая по тем людям, которые к вам придут. И дальше есть смысл делать акцент на нее. Когда вы работаете с этой аудиторией, которой вы знаете, что там максимальный может быть интерес к вам, то другие аудитории, как периферийные, они сами подтянутся, потому что они посмотрят, а что там студенты ходят, им так интересно, я, конечно, уже не студент, но тоже пойду. То есть они приходят вслед за ними, но вы направляете свои усилия на свою основную целевую аудиторию. Это вот первый способ работать с целевой аудиторией по социально-темографическому показателю. Второй способ работать с аудиторией, это разделять ее по психологическому какому-то критерию. Некоторые маркетологи выделяют модели поведения, в чем его интерес, какая у него задача. Мне кажется, что самый продуктивный способ работать, это через боль и проблему вашей аудитории. Вот приведу пример. Я работаю в ВУЗе, мы стали работать со старшеклассниками и думали, что их очень беспокоит выбор профессии. И мы им рассказывали все про профессию, про профессию, отклика ноль. Мы не могли понять, в чем дело. Потом мы поняли, что старшеклассник в 11 классе, его не интересует профессия. У него один интерес, это ЕГЭ. То есть единственная боль, которая его тревожит, это ЕГЭ. И вот когда мы поняли, что боль это ЕГЭ, и надо со школьниками разговаривать про ЕГЭ, а не про какие-то абстрактные выборы профессии, то все, коммуникация наладилась, школьникам стало интересно нас читать, за нами наблюдать, потому что мы поняли, какая у них боль. Вот какая боль может быть у аудитории, которая к вам приходит? Может быть, их заела рутина, ну просто надоело, что каждый день работа, дом, работа, дом, работа, дом. Может быть, им одиноко, может быть, они ощущают, что вокруг не с кем поговорить, никто не разбирается ни в кино, ни в культуре, ни в искусстве. Тогда вы, зная эту боль, можете решение этой проблемы зашивать в ваши анонсы, предлагать людям именно приходить к вам в киноклуб, чтобы решать их проблему. Одиночество? Окей, вы встретите у нас единомышленников. Вам не с кем поговорить? Окей, вы придете, здесь будут люди, с которыми вы найдете общие темы. У вас заела рутина? Окей, приходите здесь, вы получите что-то необычное, яркое, новое, впечатляющее. То есть мы с психологическими аспектами работаем, предлагая решение той боли и проблемы, которые есть у целевой аудитории. И дальше, третий способ, как мы делим аудиторию, это по отношению к нашему продукту. Вот у нас есть с вами эта воронка, не знает, например, про нас и пользуется конкурентами, не знает про нас и не пользуется конкурентами, то есть у него вообще потребностей нет. В общем, эта воронка, ее можно дальше дробить на разные-разные пункты. Ну, то есть, например, знает про нас, но уже имеет заранее негативное отношение, Знает про нас и думает, что надо бы сходить, но все, нету повода Ну, то есть дальше можно дробить как угодно И здесь мы снова возвращаемся, да, вот к этой пирамидке И понимаем, с какой из аудиторий нам выгоднее всего работать Вот если у вас пока что, например, нету тех, кто ходит к вам постоянно И нет тех, кто остается, а только те, которые приходят, так один раз пришли и исчезли То, может быть, есть смысл расширять вот эту воронку и делать так, чтобы как можно больше людей узнавало Если про вас и так знает уже очень много людей, то есть смысл дотаскивать их, чтобы они не просто знали, но приходили То есть вы, в зависимости от того, насколько широка та или иная ячейка, вы можете понимать, с какой аудиторией вы работаете Идем дальше, и пятый пункт – это упаковка То есть мы, наш продукт, должны дальше каким-то образом упаковать Это то, что вы должны на старте подготовить, прежде чем вы начнете любые действия по продвижению Первое, конечно, у вас будет какое-то название Второе, конечно, у вас будет какое-то описание И описание, как раз возвращаясь к тому, в чем ваша фишка В описание мы сразу вшиваем, что люди будут пересказывать друг другу Что они будут рассказывать про ваш проект То есть описание сразу содержит что-то уникальное Есть какой-то базовый ваш визуал, возможно, это логотип Возможно, это фирменные стили или фирменные цвета То есть какой-то базовый визуал, который вы везде используете И есть посадочная страница с целевым действием Вот про визуал я вам очень рекомендую сайт kanva.com Если у вас нет своего штатного дизайнера или вы не умеете работать в графических редакторах То кто-нибудь пользуется? Kanva? Классно Это сайт, который позволяет делать очень разные хорошие дизайны Для самых разных форматов Для презентации, для постера, для открытки, для чего угодно Его главное преимущество, что он бесплатный И там есть платные функции, но вам и бесплатных хватит за глаза Мне обычно хватает И второе, что даже если у вас нет визуального вкуса, как у меня То kanva не позволит вам сделать плохо Потому что там много шаблонов, много шрифтов, которые хорошо друг с другом сочетаются То есть если вы будете делать в kanva, то все равно будет красиво Она как бы не позволяет делать плохо И четвертый пункт, как вы обратили внимание Там была посадочная страница, на которую люди могут заходить Это своеобразный якорь Место, где люди будут точно знать, что там есть вся исчерпывающая информация Как правило, эту функцию выполняет сайт Но на самом деле, и мы с вами поговорим про сайт Я вам советую использовать таймпэд Скажи мне, пожалуйста, использует ли кто-то таймпэд? Да, несколько человек, да, отлично Таймпэд прекрасен во всех отношениях, потому что это сервис, который позволяет создавать страницу своей организации И он создан специально для организации, которые проводят мероприятия Если вы на него заходите, вы создаете страницу организации Вы создаете страницы отдельных событий На каждом событии вы его можете оформлять как вы захотите С обложкой красивой, с картинками, вставлять видеозаписи Под каждым событием есть форма регистрации, в которую вы будете заносить людей И что важно, когда вы продвигаете какое-то событие Люди регистрируются, они дальше будут получать напоминание Что вы зарегистрировались, и мы вас ждем через три дня Когда вы будете регистрировать людей, то вы в какой-то момент поймете еще, какая у вас конверсия Например, мы точно знаем, что если у нас 100 человек зарегистрировалось На нашем мероприятии точно придет 30 человек Потому что конверсия 30%, 30-35% максимум То есть мы точно это знаем, и мы можем всегда рассчитать количество стульев, количество мест посадочных Этот же сервис позволяет делать рассылки Кроме того, что он делает их автоматически, напоминая людям про то, что будет мероприятие И в этом же сервисе, когда вы делаете форму регистрации Вы можете добавлять те вопросы, которые вы хотите узнать Например, вы хотите узнать, какое кино любит человек Откуда он узнал про ваш киноклуб А сколько раз он уже был у вас на мероприятии Все эти вопросы вы можете добавлять в анкету Таким образом, вы не только регистрируете людей Не только им напоминаете, но еще и изучаете свою целевую аудиторию И этот сервис тоже бесплатный Он бесплатный до тех пор, пока вы не хотите продавать через него билеты Если вы хотите продавать билеты, то это тоже там возможно Но вам придется платить небольшую комиссию Но в любом случае... 9,5% Если у вас чуть больше объем, то там чуть-чуть снижается комиссия Но дело в том, что если вы будете через какую-нибудь Яндекс.Кассу продавать билеты Еще как-то там может быть... Он не дороже, чем, может быть, с теми другими, но он довольно существенный А есть, которые значительно дешевле Яндекс дешевле Что? Яндекс дешевле Яндекс дешевле Ну, смотрите, опять же, я его вам рекомендую Именно как бесплатный инструмент для бесплатных событий Нам, например, удобно с ним платно работать Потому что он отчетность очень четко предоставляет Там все, просто никаких вопросов в бухгалтерии не возникает С Яндексом, если честно, не пробовала Но в любом случае для бесплатного продвижения бесплатных событий Подходит прям очень круто И дальше мы с вами подкрались незаметно к шестому большому пункту продвижения Он сейчас будет самый большой Мы будем говорить про разные инструменты и способы продвижения того продукта, который у нас есть И для начала несколько вводных замечаний Первое, мне кажется, что нам нужно принять просто за какую-то аксиому Что мы изначально никому не интересны Вот если мы поймем, что мы никому не интересны И вот начнем с нулевой точки Как бы без вот этой форы, что мы всем интересны Как я делала литературный фестиваль Думала, что сейчас все как придут, потому что мы же всем интересны Вот если бы мы сразу поняли в этой нулевой точке, что мы никому не интересны То мы бы изначально начинали свою работу выстраивать по-другому Поэтому просто, может быть, есть смысл сделать усилие над собой и представить, что вот сейчас мы никому не интересны, и выстраивать с этой точки работу. Дальше, мне кажется, важно понимать, что люди приходят из-за людей на любое мероприятие. Мы приходим на мероприятие, потому что мой друг туда сходил, или потому что там будет очень интересный лектор и спикер, или потому что я знаю, что все мои друзья ходят, и они обсуждают какое-то там высокоумное документальное кино, а мне нечего им сказать, я как дурачок, вечно слушаю их разговоры, а тут я тоже смогу блеснуть интеллектом в среде своих друзей. То есть вся аргументация по большей части выстроена на человеческих отношениях. Поэтому, когда я начинала, я спрашивала, кто будет вашим пиар-агентом, когда мы спрашиваем про свои мероприятия, потому что все завязано на людей. Люди приходят из-за людей. И дальше вопрос, который всегда возникает, а можно ли продвигаться без денег, или нужны обязательно деньги. Вот у меня такой ответ. Вот нам, чтобы продвинуть мероприятие, нужно потратить, допустим, 100 единиц какого-то ресурса. Этот ресурс может быть деньги, время наше собственное, наш креатив, наши дружеские связи. Вот если мы 90 единиц из 100 вложим деньгами, то это означает, что на все остальное нам надо будет потратить только 10 единиц. Если у нас денег нет, или условно 5 единиц мы можем вложить денег, то все остальные 95 единиц, это будет наше время, наш креатив, наши дружеские связи, когда мы будем просить людей о партнерстве. Поэтому здесь зависит, просто без денег можно, но тогда нужно вкладывать другие ресурсы. Время, креатив, дружеские связи. Поэтому зависит от вашей личной ситуации. И вот сейчас я буду рассказывать, а вы просто будете понимать, каким ресурсом вы это будете заполнять, деньгами или каким-то другим ресурсом. Дальше мы поговорим про инструменты продвижения. Будем говорить про эти 9 инструментов последовательно один за другим. И важно понимать, я пока что их не перечисляю, потому что мы потом к ним ко всем вернемся. И важно понимать, что они есть свои, то есть условно говоря, есть мои социальные сети, к соцсети моего киноклуба, есть чужие и платные, то есть я могу взять и заплатить в соцсетях за рекламу, и тогда это будут платные каналы продвижения. Есть условно приобретенные, партнерские, заработанные, те, которые я получаю благодаря своим договоренностям, благодаря партнерству. Когда я договариваюсь, например, с соседним кинотеатром или с соседним учреждением культуры, что они про меня расскажут. Я деньги не вкладываю, но сюда я вкладываю другой ресурс – время, дружеские связи, креатив. Дальше мы с вами будем говорить про инструменты. И первый инструмент – это сайт, который можно делать, можно не делать, но если он есть, то важно, чтобы он находился поисковиками, то есть чтобы он индексировался и его могли люди найти, чтобы он содержал актуальную информацию, там не было какой-то устарелой информации. И очень важно проверять, на самом деле, если вдруг у вас есть сайт, есть такие темные закоулки сайта, про которые мы забываем, и там на какой-нибудь внутренней странице третьего уровня вложения обязательно вылезет какая-нибудь старая информация 2017 года. Просто важно чекать, нет ли где-то старой информации, которая не актуальна. Он должен отвечать на вопросы пользователей, потому что часто мы делаем такие сайты, которые, кажется, нам важно рассказать про историю нашего киноклуба, историю организации. Но у людей, как правило, другие вопросы. У них, как правило, вопросы, когда к вам можно прийти, сколько это стоит, где вы находитесь. Поэтому мы все время, когда делаем сайт, пишем любое описание, думаем с позиции человека, какие у него вопросы возникают. И только потом мы добавляем то, что кажется нам важным. Сайт должен уметь задерживать пользователя и заставлять пользователя возвращаться. То есть если я зашла на сайт и увидела, что там только анонсы, то я один раз туда зашла и, может быть, не вернусь. Если я зашла и увидела, что там есть какие-то интересные статьи, там есть какие-то материалы важные, полезные, то это означает, что я здесь останусь на подольше, я полистаю его, я пройду глубже по этому сайту. Чем глубже я хожу по сайту, тем больше я вовлекаюсь, тем лучше сайт, тем больше он привлекает аудиторию. И он вызывает желание поделиться. То есть если на сайте есть материалы, которыми я бы хотела поделиться, например, я нашла классную статью или классный какой-нибудь список 100 документальных фильмов, которые должен посмотреть каждый образованный человек. Классно я этим списком с удовольствием поделюсь, потому что сейчас-то я все 100 фильмов не посмотрю, но, может быть, когда-нибудь, а, может быть, мои друзья посмотрят, потом пригодится. Если там есть материалы, контент, которым хочется делиться, то это автоматически добавляет очков вашему сайту. Если мы говорим про этапы работы над сайтом, подробно останавливаться не будем, но вот их много, они могут дробиться дальше на более подробные, более узкие моменты. Кажется иногда, что вот техническое производство, оно там вот досюда, что это типа основная работа. На самом деле, как показывает мой опыт, основная, самая сложная работа начинается вот здесь, когда вы тестируете сайт, наполняете его контентом, когда вы понимаете, что все было не так, что вы сделали на предыдущих этапах, надо переделывать. В общем, это сложный достаточный этап. Можно заказывать у кого-то сайты, можно сделать самому. Вот кто-нибудь из вас пользуется Тильдой? Да, классно, просто вы супер продвинутая аудитория. Тильда – это сервис, который позволяет самому на коленке собирать сайты. Сайты получаются очень красивые, легкие, не перегруженные. Там предусмотрено много разных функций. И вы просто простую страницу, там сайт в несколько страничек, сможете собрать сами вообще без каких-либо помощи технических специалистов. Донатильный сайт можно сделать бесплатно. Если вы хотите уже его разместить на своем домене, добавить каких-то там сложных функций, то для вас будет стоить либо 500 рублей в месяц, либо 1000 рублей в месяц. 1000 рублей в месяц будет стоить, если у вас 5 сайтов. То есть, если вы 5 сайтов хотите делать одновременно, может быть, вам есть смысл с кем-то скооперироваться, например, если вам это нужно. В общем-то, это будет в любом случае дешевле, чем заказывать у какого-нибудь программиста сайт, который вам его сделает за определенную сумму, а потом вам нужно будет каждый раз ему доплачивать, когда вы захотите поменять один какой-нибудь заголовок или пункт меню. Потому что здесь у вас все будет у самих под рукой, вы сами можете все менять. Поэтому можете просто его попробовать, сделать на пока что бесплатных функциях. Вам этого хватит на первое время, а если понравится, то потом просто перейдете на платный тариф. Возможно, и бесплатного вам хватит. Но опять же повторюсь, что бывают случаи, когда сайт не нужен. Например, страница на таймпэде может быть достаточно для того, чтобы она была таким своеобразным якорем для вашего проекта. Или бывает, что соцсети заменяют нам сайт и становятся витриной и зеркалом нашего проекта. Вот в соцсетях для продвижения мероприятий, естественно, очень удобные инструменты. Это ивенты на Фейсбуке или там мероприятия ВКонтакте. Я помню время, когда это был 2009 год, когда мы приглашаем на мероприятие ВКонтакте, и ровно сколько человек сказали «я пойду», столько и приходят. Но такое время давно прошло, уже эта конверсия не работает совершенно. Но тем не менее мероприятие является действующим инструментом для продвижения событий, потому что, с одной стороны, приходят людям уведомления, если их пригласили, а с другой стороны, вы позволяете другим людям становиться вашими рекламными агентами. Потому что, если я сказала «я пойду», то мои друзья это увидят. Я решила, что я пойду, то я могу еще пригласить своих друзей, и уже я их приглашаю, и я выполняю функцию пиарщика, просто потому что мне хочется, чтобы мои друзья тоже пошли. И так еще мои друзья сделают, и друзья друзей сделают. То есть у людей появляются инструменты для того, чтобы они уже продвигали ваши события. Поэтому это очень действенный инструмент. Я вам очень советую его использовать. Особенно вы можете активно потом обновлять это событие, добавлять информацию, например, про режиссера, про историю фильма, про что угодно. Это означает, что людям, которые сказали «я пойду», им будут постоянно приходить уведомления, что вы события обновили, и что это напоминание, что то мероприятие, на которое они зарегистрировались через месяц, что «да-да-да, надо помнить, что я на него собирался сходить». Это если мы продвигаем отдельное событие. Но поскольку у нас киноклуб, и я подозреваю, что это не разовый проект, а история, которая существует длительное время, то здесь я бы предложила более системную работу с социальными сетями. И мне видится, что в социальных сетях есть четыре основных блока работы, которые, в общем-то, исчерпывающе описывают все, что мы делаем в соцсетях. Первый блок условно я называю бренд-менеджмент. Когда мы… Знаете, вот как бы сейчас я буду говорить метафору такой вечеринки, которую вы решили организовать дома. Вы собираетесь на вечеринку, вы думаете, во что красивое вы оденетесь, как вы украсите свой дом, что вы сделаете такого красивого, нарядного, и чему там будет посвящена эта вечеринка. Вы как бы наряжаетесь. Вот в бренд-менеджменте вы наряжаетесь, вы продумываете, что вы будете делать, вы создаете страницу для своего киноклуба. Это пока что бренд-менеджмент, вы наряжаетесь. Второй блок работы – это контент-менеджмент. В метафоре вечеринки вы думаете, чем вы будете своих гостей кормить и поить. Какой у вас будет еда, какой у вас будет винишко, потому что люди придут, они будут сидеть несколько часов, они проголодаются. Вот ваша еда и винишко в социальных сетях – это ваш контент. Посты, фотографии, видео, все то, что вы выкладываете на страницах, для того, чтобы люди у вас в сообществе не скучали. Третье – это комьюнити-менеджмент. Вот ваша аудитория к вам пришла, ваши друзья пришли к вам на вечеринку. Если они просто поедят и выпьют винишко, то им будет не очень интересно, им хочется как-то пообщаться. И вот что вы сделаете для того, чтобы люди, которые друг друга не знают, чтобы они начали друг с другом взаимодействовать, чтобы они познакомились. Может быть, вы устроите какие-то игры, может быть, вы устроите знакомства. Вот этим занимается комьюнити-менеджмент. Когда мы из наших подписчиков делаем сообщество, делаем комьюнити, заставляем их взаимодействовать друг с другом. И четвертое направление – это трафик-менеджмент. В метафоре вечеринки – это как мы пригласим людей на нашу вечеринку. В контексте социальных сетей – это как мы сделаем так, чтобы люди пришли к нам на страницы и остались с нами. Как мы приведем этот трафик к себе на странице. Дальше поговорим про четыре этих блока и направления. Скажите, пожалуйста, вы ведете социальные сети для своих киноклубов? Можем сейчас узнать, в каких социальных сетях вы больше всего активны? У кого ВКонтакте основная площадка? У кого в Фейсбуке? В Фейсбуке тоже. Инстаграм у кого? Одноклассники. А Телеграмом кто-то пользуется? Именно для киноклуба. Супер. У нас на самом деле распределилась как средняя температура по больнице. По России примерно такая же статистика. Больше всего ВКонтакте, чуть меньше Инстаграм, чуть меньше Фейсбук. Но, кстати, с одноклассниками в России другая ситуация. Сейчас вам нужно было больше рук поднять, чтобы в статистику вообще вписаться. Сейчас мы поговорим про каждое из этих направлений. Первое направление – это бренд менеджмент. Как я сказала, как мы наряжаемся на нашу вечеринку. Здесь мы определяем задачу продвижения, целевую аудиторию. Мы выбираем социальную сеть, с которой мы будем работать. Когда мы выбираем социальную сеть, то здесь важно руководствоваться как минимум двумя критериями. Первый критерий – это аудитория. Какая аудитория в какой социальной сети больше находится? Например, половина всей аудитории Фейсбука – это Москва. То есть просто половина аудитории Фейсбука – это Москва. Соответственно, для регионов действительно есть смысл идти в контакт. Или, например, если мы посмотрим на аудиторию школьников, то они вообще не пользуются Фейсбуком. То есть это просто бесполезно – идти с Фейсбуком к школьникам. Инстаграм на 73% аудитории – это женщины. То есть он больше женский, чем мужской. И мы можем ориентироваться. Если, например, у нас пожилая аудитория, то это совершенно точно одноклассники. То есть это прям вот там аудитория 55+, самый большой сегмент в социальных сетях. Поэтому мы смотрим на общую статистику по социальным сетям и определяем. Это не самый главный критерий, потому что, условно говоря, если вам нужны мужчины, молодые люди, то вы их найдете и среди 23%, которые есть в Инстаграме. Ничего страшного нет. Поэтому здесь важен второй критерий – это мы определяем по функционалу социальной сети. Что социальная сеть умеет делать? Например, если нам важно выкладывать аудиозаписи, то нам эту возможность предоставляет только одноклассники и ВКонтакте. Мы со своими аудиозаписями не пойдем в Фейсбук, например. Если нам важно проводить обсуждения, то для нас Инстаграм не очень подойдет, потому что там очень путаны эти комментарии, кто кому ответил, непонятно. Если мы понимаем, что у нас лонгриды, и мы постоянно пишем большие посты, то Твиттер нам точно не подходит, потому что Твиттер – это всего 280 символов. То есть мы смотрим на то, что умеет социальная сеть, и принимаем решение, в какую социальную сеть идем. Выбираем позиционирование. Это такая штука. Вы можете позиционировать свой киноклуб по бренду. Условно говоря, у вас киноклуб «Звезда». И вы пишете «Киноклуб «Звезда», и все ваши социальные сети называются «Киноклуб «Звезда». Тогда к вам придут люди, которые что-то слышали про ваш киноклуб, хотят знать именно про ваш киноклуб. Это одно позиционирование. Но есть другой способ позиционирования, когда вы позиционируете по интересу. Вы подразумеваете, что в ваш киноклуб «Звезда» будут ходить люди, которые интересуются документальным кино. И тогда вы все свои паблики, все свои страницы называете не «Киноклуб «Звезда», а вы называете их, например, «Документальное кино в Рязани». И тогда люди, которые живут в Рязани, которые интересуются документальным кино, они придут к вам на страницу. Аудитория уже будет чуть шире, а дальше уже понятно, что вы их будете приглашать исключительно к себе в киноклуб «Звезда», а не когда-нибудь в другой киноклуб. Соответственно, вот это позиционирование по бренду или по тематике вы сами определяете. Возможно, вы найдете какой-то баланс, и у вас, условно, будет киноклуб документального кино «Звезда», и тогда вы соединяете эти два типа позиционирования. Определяем названия. В названии очень важно, я думаю, у вас такой проблемы нет, но очень часто у бюджетных учреждений культуры, у них просто катастрофа какая-то с названиями, потому что, когда ты пытаешься найти библиотеку, а она называется «КБУК ЦБ СЗО», и ты должен догадаться, что это была библиотека, то это серьезная проблема. Поэтому главное правило в названии мы называем так, как нас будет искать наша целевая аудитория. Если вы знаете, что вас будут искать документальное кино, тогда включите это в свое название. Знаете, вас будут искать звезда, называйте звезда. Как вас будет искать аудитория? Дальше мы определяем тип страницы. Если мы берем ВКонтакте и Фейсбук, то у нас есть несколько типов страницы. Первый тип страницы – личная. У каждого из вас есть личная страница. Второй тип страницы – это публичная страница, паблик. Это страница, с которой вы, как организация, вещаете. Самое главное – это то, что вы вещаете, вы передаете свою информацию. Третий тип страницы – это группа. Здесь уже важно, что мы общаемся все вместе. Вот условно говоря, сейчас я скорее нахожусь в позиции публичной страницы. Я вещаю, вы можете прокомментировать, поставить лайк. Мы в таком типе. Если мы сейчас выйдем с вами все покурить и встанем в кружочек и начнем рассказывать друг другу про проблемы наших киноклубов, про наши истории, что с нами случилось, то мы уже с вами будем в состоянии группы, той, которая на Фейсбуке предоставляет возможность всем равноправного общения. В каких случаях удобнее публичная страница, в каких группа? Сразу скажу, что личную страницу мы выбрасываем за границы, потому что личная страница для организации, для проекта считается дурным тоном, во-первых. Во-вторых, вы лишаете себя части функций, которые есть у групп или у публичных страниц. И, в-третьих, вы рискуете, потому что любой момент ВКонтакте может просто вас заблокировать, и тогда вы останетесь вообще без своих подписчиков. Поэтому, если вдруг у вас сейчас страница вашего киноклуба создана в формате личной страницы, сразу параллельно создавайте либо группу, либо публичную страницу, перетаскиваете отсюда потихонечку своих подписчиков, чтобы в тот момент, когда заблокируют, если вдруг, вашу страницу личную, у вас уже вся аудитория была в другом месте собрана. Так вот, группа нам нужна, когда мы создаем сообщество, когда у нас есть задача сформировать группу людей, которая будет интересоваться документальным кино, когда каждый из них, мы предуполагаем, может быть равноправным участником, когда нам важен вклад и контрибуция каждого из членов комьюнити. Публичная страница, когда нам важно доносить свою информацию до аудитории. Описание мы составляем, у нас оно уже составлено, потому что на пятом этапе с упаковкой мы уже его составили. Делаем оформление, у нас тоже оно составлено, потому что, когда мы упаковывали, мы все сделали. Придумываем фирменный стиль, который мы будем использовать дальше. Вот здесь, например, смотрите, да, страница Exmo, и у них вот фирменный стиль, что у них вот такие вот хайлайты, менюшечки, они одного цвета, они одного параметра. Посты у них вот в таком фирменном стиле сделаны. Если у нас есть какой-то фирменный стиль, то это делает наши посты узнаваемыми. Просто человек листает и знает, о, вот этот оранжевый цвет, это киноклуб, значит, точно написал. Оно работает, как, знаете, когда вы слушаете рекламу Данона по телевизору бесконечно, то потом вы приходите в магазин, видите полку с йогуртом и поете себе «ммм, Данон» и берете именно этот йогурт, потому что у вас срабатывает эффект узнавания. И важно понять, кто у вас в команде. Функций очень много, когда вы работаете с социальными сетями. Возможно, вы один-единственный человек, который сочетает в себе функции и фотографа, и контентщика, и райтера, и редактора, и таргетолога, и всех на свете. Возможно, у вас несколько человек. Важно распределить эти функции. И еще, что важно, когда мы говорим про команду, если у вас уже есть страницы социальных сетях для ваших киноклубов, зайдите в настройки и посмотрите, кто у вас в админах страницы. Очень часто возникает удивление, когда мы находим там людей, которых мы уже не помним, почему они имеют админские права и все такое, и просто почистить, чтобы не было каких-то казусов, когда страницу уводят или что-то с ней происходит. Это мы с вами разобрались с бренд-менеджментом. Дальше продолжаем говорить про социальные сети и говорим про контент-менеджмент. Готовим угощения для наших гостей, которые придут к нам на вечеринку. И здесь мы разделяем наш контент на несколько типов по двум критериям – по форме и по содержанию. По форме это могут быть тексты, изображения, видео, ссылка, аудио, опрос или лонгрид. Лонгрид – это длинный текст, но не просто длинный текст. Это формат поста, в котором чередуются текст, фото, видео, опрос, разные формы контента. Такую возможность нам предоставляет ВКонтакте, там это называется «Статьи», и Фейсбук, там это называется «Заметки». Соответственно, если вы пишете какую-то статью, то классно можно использовать встроенные форматы, которые есть у нас в социальных сетях. И дальше у нас есть семь типов контента по содержанию. Принято выделять новостной контент – что у нас произошло, что у нас произойдет, что с нами случится. Полезный контент или образовательный – когда мы даем какую-то полезную информацию и обучаем чему-то людей. Условно говоря, мы рассказываем, как смотреть, как понимать документальное кино, как смотреть документальное кино. Экспертный контент – контент, который показывает, что мы крутые, что мы разбираемся в теме. Это может быть интервью с нами, которое вышло в каком-то СМИ. Это может быть награда, которую получил наш проект в городе. Это может быть наша собственная подборка, которую мы составили 100 режиссеров, документалистов, которых нужно знать. И мы показываем себя как эксперта, который разбирается в современном кинематографе и может назвать эту сотню. Дальше у нас развлекательный контент, потому что все люди приходят в социальные сети развлечься. Поэтому если мы будем вести их со звериной серьезностью, то очень быстро потеряем свою аудиторию. Нужно быть на одной волне с аудиторией. И развлекательный контент – это не обязательно какие-то похабные анекдоты. Это может быть вполне развлекательный контент, который соответствует вашей аудитории, вашим интересам и тому, что вы делаете. Интерактивный контент – его главная задача. Вовлекать аудиторию во взаимодействие. Это может быть опрос, дискуссия. Это может быть какое-то голосование при помощи лайков. Что угодно – все то, что вовлекает аудиторию. Пользовательский контент. Еще его называют UGC – User-Generated Content, который производят сами пользователи. Они пришли к вам в киноклуб и написали отзыв. Они сделали фотографию с вашего мероприятия. Они написали рецензию на фильм, который вы когда-то показывали. Вот этот контент вы можете тоже использовать. В чем его прелесть? Первое – вам надо самим его составлять. За вас уже все сфотографировали. Второе – вы таким образом взаимодействуете с этим человеком, и он начинает чувствовать, что у вас контакт. Он начинает быть благодарным за то, что вы его заметили. И он начинает еще больше вовлекаться, еще больше писать контенту, потому что он чувствует, что он уже стал вашим медиаволонтером таким своеобразным. Он чувствует, что вы его поощряете и мотивируете. И маркетинговый контент – это рекламный контент, когда мы приглашаем людей на наши мероприятия. Если весь наш контент будет состоять только из рекламы и анонсов, то очень быстро аудитория заскучает, потому что… Ну вот представьте, как вы подписываетесь, вы покупаете себе кабельное телевидение и берете канал, на котором одна реклама идет. Ну трудно представить такой ход. Поэтому правило СММ есть такое, что маркетинговый контент, рекламный, должен составлять не больше 20% от всего остального контента. Все остальное время вы развлекаете людей, даете им какую-то пользу, о чем-то с ними разговариваете, и только потом что-то рекламируете. Когда у нас есть… вот когда вы попадете в ступор и не будете знать, про что вам писать, то очень просто вы можете соединить левый столбец с правым столбцом случайным образом, и у вас получится новый тип контента. Условно говоря, вы можете сказать, а размещу-ка я видео развлекательное, сделали развлекательное видео, а сделаю-ка я полезный текст, написали какую-нибудь полезную инструкцию, а запишу-ка я аудио экспертное, с экспертом сделаю подкаст. И вот вы когда будете это группировать, компоновать, то у вас будет 7 на 7, 49 разных типов контента вы можете использовать. Дальше, если говорить также про контент-менеджмент, то у нас есть задача, когда мы придумали разные типы контента, это все как-то структурировать и раскладывать на расписание. И здесь нам помогает контент-план. Контент-план – это, собственно, уже планирование, это наше расписание. Есть разные подходы к контент-планированию. Мне нравится такой подход. Если вы любите таблички, то вам, возможно, тоже он зайдет. Смотрите, вы составляете табличку. У вас есть дни недели, у вас есть те соцсети, в которых вы делаете публикации, и у вас есть две верхние строки. На верхних строках вы пишете информационный повод. Глобальный информационный повод – это что сейчас происходит в мире, в стране, в городе. Например, в понедельник было 8 марта. Окей, написали 8 марта. В четверг у нас день города. В пятницу – начало выходных и так далее. И у нас есть локальный информационный повод. Локальный информационный повод – это то, что происходит у вас. К нам приезжает режиссер. Мы показываем фильм. У нас пройдет обсуждение. Это то, что происходит у вас. И вы здесь это распределяете на вашем графике. А дальше вы смотрите вниз на пустые ваши ячейки и начинаете заполнять. Так, если у нас в понедельник 8 марта мы хотим поздравить всех с 8 марта. Окей, давайте поставим 8 марта поздравление. Так, а в пятницу у нас мастер-класс. Значит, нам надо заранее его проанонсировать. Когда это было бы сделать логично? Ну, например, в среду. Окей, давайте проанонсируем мастер-класс. Презентация книги. Значит, в этот день мы сможем опубликовать вот отчет. И вы таким образом заполняете вашу табличку, ориентируясь на глобальный и локальный информационный повод. Если вы видите, что у вас в какой-то момент образовалось окно, то вы можете заглянуть в папочку, которая у вас пока что нет, потому что я про это не сказала, но вы можете ее сделать, которая будет называться «Консервы» или «Вечно зеленый контент». Это контент, который актуален во все времена. К нему может относиться, например, полезный контент. Потому что если вы полгода назад запостили инструкцию, как понимать документальное кино, то спустя полгода вы спокойно можете еще раз ее опубликовать. Никто не вспомнит, что вы уже ее опубликовали. Вы можете просто заранее готовить какой-то контент, который у вас будет вставать в эти пустые окна, когда нет информационного повода. И вот когда вы составите такую табличку, то вы увидите, что половину этого контента вы можете составить заранее. Но, условно говоря, поздравить с 8 марта, поздравить с Днем города, проанонсировать мастер-класс и еще поставить какие-нибудь консервы вы спокойно можете прямо в понедельник, когда вы только увидели расписание свое на неделю. Это означает, что плюс практически у всех социальных сетей есть функция отложенного постинга. То есть вы прямо в понедельник написали, запланировали публикацию, и потом вам нужно будет только во вторник вернуться, чтобы заполнить контентом то, что вы не смогли сделать заранее. И вот таким образом можно работать. Если вы таблички не любите, то есть другой простой способ, это рубрикатор. Он самый такой примитивный, когда вы просто для себя планируете. Понедельник у нас всегда афиша, вторник у нас всегда какой-нибудь конкурс, всегда у нас всегда какой-нибудь лайфхак мы публикуем, какая-нибудь цитата, еще что-то. И когда вы знаете, что у вас каждый день недели посвящен какому-то определенной рубрике, то вы можете тоже эти рубрики заранее заполнять. Условно говоря, вы знаете, что каждый вторник вы публикуете цитату про кино. Это означает, что вы можете взять в один день, сесть и сделать 55-52 цитаты на год вперед просто, чтобы каждый вторник потом она у вас возникала. Любой контент-план, любой рубрикатор позволяет вам немножко себя дисциплинировать. На самом деле, просто не забывать про то, что в соцсети надо что-то делать, публиковать. Меня вот дисциплинируют такие штуки, может быть, вам тоже они будут полезны. Дальше, если мы говорим опять же про контент, то у нас есть текстовый контент, визуальный контент. Текстовый контент, сейчас мы поговорим немножко про то, как его составлять. Важно понимать, зачем вы об этом говорите. Когда вы что-то рассказываете. То есть, например, когда мы рассказываем в Шаненке на своих страницах про то, какие у нас студенты пишут магистрские диссертации, это не для того, чтобы все знали, какие они пишут магистрские диссертации. На самом деле, это во многом для того, чтобы люди, у нас же корыстный интерес, чтобы к нам битуриенты приходили, чтобы люди, которые смотрят на эти темы, подумали, вау, какая интересная тема, я тоже мог бы на какую-то очень интересную тему писать. И я понимаю, когда, как корыстный пиарщик, я делаю эти публикации, для чего я все это делаю. У меня есть своя подспудная цель. В то же время вы должны понимать, почему это будет интересно для читателя. То есть, я публикую тему этих диссертаций и исследований для того, чтобы они пришли к нам учиться, а им это будет интересно, потому что они будут это примеривать на себя, для себя использовать как челлендж. Типа, вот про такую тему я знаю что-то, а про такую тему я мог бы написать, а какая моя тема. И мы понимаем, почему это будет интересно для читателя. Дальше важное правило, правило одной секунды или перевернутая пирамида. Вот кто из вас знаком с журналистской работой или с работой пиарщиков, вы знаете, что такое перевернутая пирамида. Кто знаком с перевернутой пирамида? Ага, отлично. Перевернутая пирамида – это когда у нас самое важное идет наверх, наименее значительное идет вниз. Для чего это важно? Раньше было так, что журналист приносит статью редактору во время печатных газет, когда еще были печатные газеты, он приносит статью редактору, редактор вставляет ее в полосу и понимает, что места не хватает. Он просто берет и хвост обрубает, потому что не влезает эта статья. Он обрезал хвост, а оказалось, что там самая важная информация, потому что журналист – самый важный припас на финал. И все, и дальше журналисты поняли, что что-то не срабатывает. Каждый раз редактор обрубает самое важное. И они поняли, что надо перестраивать таким образом, что самое важное идет наверх. Сейчас у нас редакторы уже как бы все СМИ практически стали электронными, обрезать не обрезают, но мы конкурируем очень сильно за внимание аудитории. Люди, которые дочитывают до конца, их крайне мало. Поэтому очень важно, чтобы человек, который просто бросил одну секунду взгляда на вашу статью, на ваш пресс-релиз, на вашу публикацию, понял, что вы ему хотите сказать, что вы ему хотите сообщить. Поэтому одна секунда у нас есть на то, чтобы привлечь внимание аудитории. Самое важное всегда идет наверх. Дальше вот вода и мясо. Вода, я думаю, что вам знакома по работам, по сочинениям, которые мы писали в школе. Мне знакома по студенческим работам, которые пишут мои студенты. Когда мы неинформативно о чем-то рассуждаем, даем какие-то прекрасные лишние детали. И мясо – это факты. Вот очень важно соблюдать баланс этого мяса и воды, потому что если будет слишком много воды, в этот прекрасный вечер мы хотим пригласить вас на такое замечательное событие, которое, конечно же, вас удивит и никого не оставит равнодушным. Все, вы уже перестали читать, и только потом вы узнали, что, оказывается, к нам, не знаю, кустурица приезжает, а вы уже не узнали, потому что вы перестали это читать. Поэтому вода и мясо – важно соблюдать баланс, где мясо, где вода. Очень важно чередовать разные формы контента. Мы с вами говорили, сколько их может быть разных. Поэтому важно все время чередовать, все время не давать пользователю заскучать. И я люблю себя проверять, спрашивая, отправила ли я это бы все в смс-ки другу. Потому что если я пишу, приглашаем вас на мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения великого деятеля искусств и так далее, я понимаю, что в смс-ки я бы это никогда не отправила. Я бы сказала, слушай, будет классное мероприятие, приходи, приводи друзей. Вот таким языком, человеческим, живым, важно общаться и в социальных сетях. И вот здесь такая форма проверки – это в смс-ки вы отправили бы это или нет. И дальше немного полезных сервисов для работы с текстом. Text.ru проверяет количество слов-символов, ключевые слова, проверяет орфографию. Главред. Кто-то пользуется главредом? Это сервис, который придумал Максим Ильяхов, апологет информационного стиля. Он позволяет вычищать всякие штампы, клише, тавтологию, неуместные оценки из текста. Позволяет делать текст информационным, насыщенным деталями, полезной информацией и избегать всяких ненужных, лишних, водянистых слов. ArtLebdiv Reformator автоматически очищает форматирование, и типограф тоже помогает текст верстать. Это то, что касается работы с текстом. На самом деле, я регулярно пользуюсь только главредом, остальным я сейчас на линию использоваться. Дальше у нас есть визуальный контент, с которым мы работаем. И здесь самое приоритетное, мне кажется, фотографии, потому что фотографии всегда привлекают внимание людей. Вот мы, например, у нас Шаненки очень хороший фотограф, и мы нисколько не жалеем, что мы выделили эту штатную единицу, потому что после каждого мероприятия мы все время выкладываем очень красивые фотографии. И каждый раз, когда я захожу в Facebook и вижу, что у этого аватарка наша фотография, у этого аватарка наша, у этого аватарка наша, то я понимаю, что мы не зря это делаем. Люди отмечают себя на фотографиях, соответственно, все их друзья узнают, что они были в Шаненке на мероприятии, и хорошие фотографии – это способ распространения информации о вас. Наименее актуальный и полезный тип контента – это, конечно, фотографии с фотостоков. Потому что фотографии с фотостоков используют все, и когда нам нужно показать, не знаю, там, дружбу или партнерские взаимоотношения, все делают фотографии, где люди пожимают друг другу руки. Поэтому советую вам их не использовать, не использовать их ни в афишах, ни в контенте, нигде. А есть еще другие разные способы делать визуальное изображение, например, цитаты в картинках. У вас был какой-то эксперт, который что-то сказал интересное про кино, какую-то там удивительную, прекрасную фразу. Выделили цитату, опубликовали на карточке. Людей сразу привлекает это внимание. Ничего сложного в том, чтобы это сделать в конвейнеет. Соответственно, вы получаете дополнительный тип контента, дополнительный источник трафика. Дальше третье или четвертое, оно там перескакало, перескакнуло у меня – это трафик менеджмент, как мы привлекаем людей к нам на странице. Это, посмотрите, здесь пример код музея «Гараж», у которого 7 тысяч подписчиков. Просто тут укладывает фотографии кота, у него 7 тысяч подписчиков. Первое – надо позаботиться, чтобы наше сообщество легко было найти в поиске. Это то, о чем мы с вами говорили, как ваше сообщество называется. Второе – мы можем привлекать людей через внешние источники. То есть, условно, люди к вам приходят на мероприятие, у вас может на заставке перед мероприятием висеть название вашей сети, вашего Инстаграма или вашего ВКонтакта, чтобы люди подписывались. Если у вас есть какие-то листовки или плакаты, вы можете публиковать там адрес вашей социальности. На сайте поставили ссылку на соцсеть, это тоже внешний источник по отношению к вашим социальным сетям. Дальше есть, конечно же, взаимный пиар, когда вы договариваетесь с кем-то из ваших партнеров или конкурентов, что вы друг друга попиарите. Дальше очень важная – это работа с ломами. Лом – это лидер общественного мнения. Это человек, который значим для вашей аудитории, который может про вас рассказать. Принято думать, что лома – это условно Ксения Собчакова или Бузова, но нет, это не они. Ломами будут люди, которые в вашем регионе для вашей целевой аудитории будут значимы. Может быть, если вы работаете со школьниками, например, вы нашли, что в вашем регионе есть какие-то, какой-то, не знаю, классный одиннадцатиклассник, в которого влюблены все девочки. Вот если он пойдет к вам в киноклуб, то все девочки за ним придут. Может быть, так. Может быть, вы поймете, что какой-то культурный деятель в вашем регионе является таким лидером мнений. Может быть, у вас есть какой-то знаменитый блогер, у которого по меркам Собчак и Бузовой подписчиков очень мало, всего 2000, например. Но, тем не менее, его аудитория его читает, доверяет ему. И работа с ним будет значимой для вас с точки зрения привлечения людей. Поэтому вы находите людей, которые являются лидерами мнений местными, и работаете с ними. Посевы и репосты — это когда вы заходите в разные группы и предлагаете администраторам, групп, которые релевантны с вами по содержанию, сделать репосты и публикации. Вирусный контент тоже позволяет привлечь аудиторию. То есть, если вы делаете пост, которым все начинают делиться, то люди узнают про то, что вы существуете и возвращаются к вам. Вот, условно, лучше всего, как вирусный контент работает либо какой-то развлекательный контент, либо контент, их называют агрегатор контента, условно, 100 режиссеров, документалистов — это вот как раз агрегатор контента. Как только у вас в названии появляется цифра, все, просто пост разлетается, и чем больше цифра, тем больше вероятность, что пост приобретет вирусный потенциал. Есть еще такой способ комментирования, он очень затратный. по времени и по ресурсам, но он, тем не менее, тоже есть. Это когда вы заходите на страницы, ну, не знаю, кто-то написал про документальный фильм, не связанный с вами, вы заходите и говорите, ой, а приходите к нам, мы будем вот такой же фильм обсуждать завтра в киноклубе. И таргетированная реклама, платная реклама, которую мы можем использовать в социальных сетях. А еще конкурсы и марафоны — тоже инструмент продвижения. Но проблема с конкурсами в том, что очень часто мы при помощи конкурсов привлекаем аудиторию халявщиков, людей, которые очень хотят получить приз. И дальше оказывается, что это люди, которые не готовы, не то что за билеты платить, они не готовы даже приходить, просто потому, что они участвовали в конкурсе исключительно ради нашего приза. Поэтому с конкурсами нужно быть очень осторожными. И если делать конкурсы, то конкурсы вовлекающие, которые будут стоять не только в том, что поставьте лайк нашему посту, а в том, что напишите рецензию, оставьте отзыв, когда человеку нужно включиться для того, чтобы поучаствовать в конкурсе. И последний блок, или третий, у кого там как переехал, это комьюнити менеджмент, как мы создаем из наших аудиторий, из наших подписчиков сообщества, так, чтобы они взаимодействовали с нами, они взаимодействовали между собой, и чтобы у них было ощущение, что если я пришел в эту группу, то у меня появились единомышленники. И здесь важно понимать, что опять эта воронка пресловутая наша. У нас есть люди, которые мы, наши команды, есть Ядро, это люди, которые к нам постоянно ходят, очень нам доверяют, есть лояльные подписчики, которые за нами судят, и есть случайные подписчики, которые подписались по какой-то причине, но они никакой активности не проявляют. И вот нам очень важно, чтобы эти люди из случайных подписчиков переходили в Ядро. То есть из посторонних, из наблюдателей, становились с участниками, единомышленники, вообще промоутерами, чтобы они дальше каждый наш пост репостили. Основным инструментом комьюнити менеджмента является вовлечение людей в любое взаимодействие. То есть как только человек поставил лайк или оставил комментарий, он уже ощущает, что он немножко что-то сделал, уже ощущает свою причастность. Это могут быть очень примитивные какие-нибудь голосовалки. Кто любит мороженое, спрашивает Яролаш, ориентируясь на свою целевую аудиторию, и понятно вариант ответа. Я, 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 702 человек проголосовало, все любят мороженое. Здесь, смотрите, тысячи комментариев. Как вы поступили бы в такой ситуации? Сели бы сверху? Понятно, что спорная ситуация, неоднозначная, да, там может быть реакция, и дальше начинается. То есть люди просто там не могут остановиться, комментируют, комментируют, комментируют. Если я начала комментировать, если тут я с кем-то уже зацепилась языками, нашла кого-то, кто думает так же, как я, то я уже в следующий раз обязательно сюда вернусь, посмотреть, кто там еще что написал. Поэтому, если ваша площадка социальной сети становится дискуссионной, привлекает людей, то это для них повод дальше прийти к вам ногами уже на ваше мероприятие, потому что они уже тут всех знают, они уже со всеми перезнакомились. Какие могут быть инструменты для комьюнити-менеджмента, для вовлечения людей? Назовите город, в названии которого нет буквы А. Это не просто. Вот, вот, вы попались, вы попались, да? Смотрите, этих городов очень много на самом деле, но люди, когда видят эту провокацию, они включаются, потому что, ну, я-то умнее всех, я же знаю города, то вы мне знаете, а я же знаю города. Поэтому провокации всякие разные, они провоцируют людей на включение. Это могут быть конкурсы, это могут быть опросы, вопросы, когда мы спрашиваем, а какой ваш любимый документальный фильм? Это могут быть дискуссии, не знаю, что лучше документальное кино или художественное. Это может быть какой-то краудсорсинг. Краудсорсинг — это когда мы все вместе решаем какую-то проблему. Например, давайте решим, какой фильм мы будем смотреть следующий. И люди набрасывают свои фильмы или там, давайте вместе составим топ фильмов документальных, которые должен посмотреть каждый уважающий себя человек. Мы все вместе решаем какую-то проблему, какую-то задачку интеллектуальную, люди решаются. UGC — это опять же пользовательский контент, те отзывы, которые люди оставляют, когда мы, например... Вот Ленор Горалик, если вы знакомы с творчеством этой прекрасной женщины-поэта и маркетолога, она делает классные вещи. У нее есть такое медиа, которое называется пост-пост-медиа. Может быть, кто-то слышал из вас. Она собирает истории на разные темы. Например, она говорит, расскажите ваши истории про платья. И все пишут, вот у меня был такой зеленый, мне в нем везло на свиданиях, а у меня было такое-такое. И все рассказывают свои истории про платья, и они очень трогательные, очень живые. Дальше она собирает целые подборки историй про платья. Их читать просто одно удовольствие. Соответственно, также можно собирать вот этот UGC говорит, расскажите ваши истории про ваши любимые документальные фильмы. Или там, не знаю, мы смотрим кино про Крайний Север на следующей неделе, расскажите, был ли у вас опыт поездок на Крайний Север, когда вы этот контент собираете с людей. Ответы на комментарии, если вам кто-то оставил. Прямые эфиры. Игровые механики, да, вот это вот как раз игровая у нас механика. Могут быть они еще и посложнее. И привилегии какие-то для пользователей, когда, например, московское метро приглашает блогеров к себе ночью в метрополитен для того, чтобы они пофотографировали. Или Пушкинский музей, когда они закрывали там какой-то корпусный ремонт, они позвали к себе тоже блогеров для того, чтобы показать им, что у нас ремонт идет, все у нас в порядке. Аэрофлот приглашал блогеров к себе на кухню показать, как готовятся вот эти ланчи, которые мы все едим в самолетах. То есть мы даем какие-то определенные привилегии пользователям, и это не обязательно материальные привилегии. То есть, условно говоря, если у вас будет привилегия, там, что и этот пользователь может... А в департамент градостроительной политики Москвы, например, была привилегия, они делали активных пользователей ведущими нашей ленты в выходные. Типа вот суббота-воскресенье пользователь «Сладкая булочка» ведет наш Инстаграм. Ну то есть как бы тоже, да, привилегии, переложили на них работу, вот вам привилегии. Так же здесь, условно говоря, кто напишет рецензию на наш фильм, который мы смотрим, вам такая привилегия передается. То есть это вот тоже способ вовлечения людей, потому что они начинают ощущать себя значимыми. Еще раз, да, какие у нас есть направления работы в соцсетях? Бренд-менеджмент, контент-менеджмент, трафик-менеджмент, комьюнити-менеджмент. Вот когда мы все четыре этих направления держим во внимании, то тогда наш СММ едет, потому что если у нас нет контента, то у нас просто нечем, группа не будет существовать. Если у нас не привлекается новая аудитория, трафик, то у нас группа стагнирует, потому что там все время только старые участники. Если мы не занимаемся комьюнити-менеджментом, и люди не вовлекаются, то мы становимся как радио на кухне, которое говорит, а на него никто внимания не обращает. Поэтому очень важно, чтобы все четыре направления работали, тогда наш СММ начинает работать на нас. Так, это мы про СММ очень долго говорили. Напоминаю, что первый был инструмент сайты, второй – социальные сети, дальше – порталы-афиши. Здесь я вам ничего не подскажу, потому что в каждом городе свои порталы и афиши. Вам просто важно знать, какие сайты, какие порталы публикуют информацию про культурные мероприятия в вашем регионе. Я советую составить себе табличку, список, и каждый раз, когда вы публикуете какое-то мероприятие, вы прямиком идете на этот сайт и заводите там события, если это вы сами создаете, либо же вы отправляете журналистам ваш анонс. Дальше идет, соответственно, работа с журналистами. У нас есть разные форматы СМИ, есть аналоговые, есть электронные, аналоговые – это телевидение, радио, газеты. Есть электронные, есть региональные, есть федеральные, есть нишевые, есть общие. И каждый раз, когда мы начинаем с вами работать с журналистами, мы думаем, в какой из этих сегментов нам лучше попасть. Условно говоря, если мы работаем на очень взрослую аудиторию, то, возможно, есть смысл стремиться в аналоговые СМИ, потому что они смотрят телевизор и читают радио. Или, например, если мы знаем, что наша аудитория ездит постоянно на автомобиле, мы понимаем, что тогда нам бы классно попасть на радио. Тогда мы стремимся сюда. Если мы понимаем, что наша аудитория – это студенты, то, скорее всего, нам лучше попасть в электронные СМИ. Региональные и федеральные. Если наш информационный повод тянет на федеральный уровень, тогда классно идти в федеральные СМИ, то региональные. Нишевые, общие – здесь такая история. Например, вы можете пойти в нишевые, потому что у вас там культурный проект, очень узкий, окей, идем в нишевые. Или можете, наоборот, расширить значимость вашего информационного повода до глобальной повестки, идти тогда в общетематические СМИ. Или, например, вы показываете документальный фильм про, не знаю, там, тяжелую судьбу женщин. Окей, вы можете пойти еще более узкие нишевые СМИ, например, в какие-нибудь женские феминистические издания под эту тему. Соответственно, когда у вас есть определенная тема фильма, тема показа, то вы можете либо расширять тематическую нишу, в которую вы идете, либо, наоборот, сужать и таким образом свой контент подстраивать под разные потребности журналистов. Но главное в работе с журналистами – это, конечно, информационный повод. Потому что просто то, что вы существуете, это никого не интересует. А то, что вы сделали какое-то классное событие, это будет поводом для того, чтобы про вас написать. И какие у нас есть инструменты работы со СМИ? Пресс-релиз. Разные ведутся споры. Умер пресс-релиз, не умер пресс-релиз. Мой опыт показывает, что если информационный повод значимый, то и на пресс-релиз посмотрят. А если он бестолковый, нет повода, нет новости, то вы хоть какой пресс-релиз напишите, и хоть вы просто сбросите тонну листовок на эту редакцию, хоть что вы сделаете. Но если нет новости, то они все равно не обратят внимания. Пост-релизы, когда у вас прошло событие, и вы отправляете постфактум новость. Некоторые СМИ ленятся писать что-то, и поэтому они могут ваш пресс-релиз анонсирующий пропустить, а когда вы им пришлете готовый материал, они поставят. Ну, пусть будет. А вот еще вы трафиком им на сайт приведете. Дальше есть редакционные материалы, когда журналисты понимают, что это значимый информационный повод. Я приду к вам на события, и я там получу какой-то контент. Могут быть гостевые материалы, когда вы договариваетесь с журналистами, что давайте мы вам по итогам нашего события или в связи с нашей деятельностью подготовим какой-то материал. Соответственно, мы готовим гостевые материалы, договариваемся об этом с журналистами. И могут быть какие-то спецпроекты, когда мы заранее договариваемся, что мы что-то сделаем. Условно говоря, мы привозим режиссеров или экспертов, и мы договариваемся, что вы наши самые важные СМИ в регионе, и мы всех своих режиссеров и экспертов будем отдавать именно вам, и у нас будет серия интервью с режиссерами, которые приезжают к нам, когда мы придумываем что-то интересное. Любой спецпроект вы можете придумать. Если журналисты адекватны, они могут согласиться на это. Дальше есть разные инструменты типа постеров, листовок. Я думаю, что вы это все используете. Опять же, канва здесь вам поможет сделать красивую постер-листовку. Чтобы постер-листовка действовали, не забывайте поставить социальные сети, потому что кто-то может через них на вас подписаться. И еще, как инструмент, если мы говорим про полиграфические материалы, это самые дешевые. Это наклейки. Вот у меня подтерлись они, но тем не менее, вы вот сейчас сидите, 30 человек, и смотрите на эти наклейки. Кто-то, может быть, обратил внимание на... Кто-то может спросить, а что это у тебя за значок Google Центра, почему? А почему же Алинка? То есть, понимаете, напечатать блокнот, сувенирку сделать, это дорого вообще-то, ну, как бы с вашим дизайном, все такое. А сделать наклейку, которую человек наклеит на блокнот, это стоит полтора рубля. Вот, поэтому это, как бы, такой способ, легкий, простой, не тратить деньги на сувенирную продукцию, а делать людей самих носителями вашего бренда. Следующий инструмент – это электронная почта. Вот у нас в Шаненке, например, есть база подписчиков, она 20 тысяч адресов. И для меня, как для пиарщика, это означает, что на любое мероприятие я смогу собрать аудиторию и за один день, там, 30, 40, 100, 150 человек спокойно придут с одной только рассылки. Я могу все остальное не делать. Но это потому, что мы несколько лет растим вот эту вот базу подписчиков, которые получают нашу рассылку. Рассылка может быть регулярная, когда вы делаете, например, у нас каждую неделю приходит рассылка. Вот мы каждую неделю отправляем рассылку, в которой у нас дайджест новостей, какие-то полезные материалы, анонсы на ближайшую неделю. И таким образом мы превращаемся в небольшое СМИ, в наш, по сути, журнал или там еженедельная газета, которую мы выпускаем в формате электронной рассылки. Или, может быть, рассылка, которая связана с информационным поводом. То есть вы регулярно не ставите себе задачу что-то рассылать, а рассылаете только под ваше определенное событие. Может быть, и такая, и такая стратегия. Ну, вот они как бы две такие основные стратегии. Возникает вопрос, кому мы рассылаем. Здесь очень важно, чтобы вы рассылали только тем людям, которые действительно хотят получать ваши письма. Поэтому мы можем регистрации собирать с сайта. То есть написать, если вы хотите получать нашу рассылку, оставьте ваш e-mail и будете получать эту рассылку. Прикрепили форму к сайту, отлично собираем. Если мы делаем регистрации на мероприятия, например, на таймпэде, то там автоматически собираются адреса электронной почты. Вы ставите дополнительный вопрос, хотите ли вы получать нашу рассылку. Люди, которые сказали «да», они просто автоматически вы их добавляете в базу людей, которые будут получать ваши письма. И можно рассылку анонсировать в ваших соцсетях, анонсировать на мероприятии, говорить, что хотите получать рассылку, подойдите, оставьте ваш e-mail. И потихонечку, один за одним, вы будете просто собирать эту базу подписчиков. Очень важно вашу аудиторию сегментировать. У нас, например, они распределены по темам. То есть, кому интересны психологические темы в одной базе, кому интересны юридические темы в другой базе. А как вы будете распределять, зависит от вас. Ну, то есть, может быть, по темам, может быть, по возрасту, например, кому детские рассылки, там, про детское какое-нибудь кино, кому про взрослое. Это все зависит от вас, но важно, чтобы вы понимали, что есть разные сегменты, и им, возможно, придется отправлять по-разному. Что такое хорошее письмо? Первое письмо, которое получает нужная аудитория. Они не получают это письмо случайно. Тема письма вызывает желание открыть это письмо. Оно красиво, аккуратно оформлено, актуальная полезная информация, и в нем есть призыв к действию. Очень важно, чтобы человек, который получает ваше письмо, чтобы в него была какая-нибудь кнопочка, на которую надо тыкнуть. Потому что, вот смотрите, в этом письме совершенно непонятно, чего от нас хотят. Просто какое-то полотно и простыня. Здесь у нас есть картинка анонсирующая, есть текст, есть призыв к действию, самое важное. То есть я понимаю, что у меня от меня хотят, и что я могу сделать. Узнать в программе побольше, кликнуть на нее, перейти туда. Как можно рассылать? Можно рассылать через обычную электронную почту, если у вас пока что очень мало адресов. Но если вы это делаете, то обязательно ставьте в скрытую копию всех получателей, чтобы все остальные не видели эти e-mail. Можно рассылать при помощи почтовых сервисов MailChimp, Postmaster, Unisender. Они все платные, но у них есть обязательно пробный период или какой-то определенный тарифный план, который позволяет это делать бесплатно. Например, в MailChimp до первых двух тысяч адресов у вас бесплатная рассылка. Я думаю, что сейчас, наверное, у вас на старте точно нету двух тысяч адресов. Когда они будут, то вы уже сможете принять решение, вам этот инструмент нужен или не нужен, и либо платить за него, либо сокращать количество адресов, чтобы по-прежнему пользоваться бесплатно. Некоторые заводят, например, второй аккаунт на MailChimp, чтобы иметь еще две тысячи адресов, еще две тысячи адресов. Такой вариант тоже возможен, если у вас совсем ограничен бюджет, а рассылки нужны. Но еще что круто, TimePad снова нас вручает, и там тоже можно делать рассылки бесплатно по большому количеству людей. Они могут иногда приходить с небольшой задержкой, но тем не менее они работают, и классно можно ими пользоваться. И еще, вот я вам рассказывала про правила одной секунды и про перевернутую пирамиду. Все то же самое действует с письмами и с темами письма. Смотрите, самое важное, чтобы ваше письмо сообщало информацию даже в том случае, если вы не откроете это письмо. То есть, условно, вы отправляете рассылку, у которой тема – самое яркое событие этого лета. Ну, как бы человек не открыл письмо, и он не узнал, что за яркое событие лета было. Если у вас будет написано 15 августа фестиваль документального кино «Звезда», то человек, даже если он не открыл это письмо, он будет знать, что 15 августа у вас фестиваль «Звезда». Поэтому тему рассылки мы формулируем не так, чтобы там как-то заинтриговать страшным образом людей, а так, чтобы человек все понял, даже если он это письмо не откроет. Дальше у нас есть платные инструменты продвижения. Про баннерную рекламу не говорю, потому что у людей либо баннерная слепота, либо адблоки, которые блокируют рекламу. Баннеры сейчас вообще не работают, поэтому даже не тратьте на них деньги. Если мы говорим про платные инструменты продвижения, которые работают, я бы выделила два – это контекстная реклама и таргетированная реклама. В общем, вот это была контекстная реклама, которая как бы считала контекст, что я сейчас интересуюсь танцами, поэтому мне надо показать кружок танцев. А вот эта реклама будет таргетированной. Почему мне показывают новый инструмент по продвижению, созданию рекламных роликов? Потому что у меня в профиле написано, что я работаю пиарщиком. Соответственно, эта система предположила, что человеку, который работает пиарщиком, будет интересно этот инструмент. То есть, смотрите, условно говоря, вы видите рекламу салона красоты, в случае с контекстной рекламой вам его показывают, потому что вы искали салон красоты, в случае с таргетированной рекламой вам показывают его, потому что человек сказал, который настраивал рекламу, покажи эту рекламу всем женщинам, которые проживают в таком-то городе, им со стольки-то до стольки-то лет, они в таком-то материальном положении, покажи им всем рекламу моего салона красоты. В этом разница. То есть, в случае с контекстной рекламой у нас более сфокусированный запрос. Я уже искала кружок танцев, я уже очень хочу кружок танцев. Здесь мы только предполагаем, что такому человеку может быть интересен тот или иной продукт. Мне кажется, что в случае с киноклубами больше будет срабатывать реклама таргетированная, потому что контекстная реклама, то есть нужно, чтобы было очень много запросов, типа киноклуб документального кино, но таких запросов крайне мало. Мы сами должны формировать эту потребность и желание у людей прийти на киноклуб, поэтому нам скорее придется работать с таргетированной рекламой. И опять же, я вам рассказывала про 100 единиц ресурсов, которые нам надо потратить. В зависимости от того, сколько у нас будет денег, мы можем либо сэкономить свои силы и время, либо заполнить ее деньгами, либо не сэкономить. Дальше у нас есть с вами снова вот эти вот пиар-агенты, которые я говорила. Почему это важно? Потому что факторы, которые влияют на покупку, по данным Нильсон Global Online Consumer Survey, 90% людей ориентируются на мнение своих друзей, когда совершают покупку. То есть для людей очень важно, чтобы им кто-то лично порекомендовал какое-то событие, проект, продукт, что угодно. Поэтому нам важно находить этих пиар-агентов. И эти пиар-агенты могут быть нашими друзьями, спикерами, значимыми журналистами, значимыми культурными деятелями в нашем регионе. Это могут быть даже учителя, которые работают в школах, или преподаватели вузов, у которых студенты, на которых ориентируются. Поэтому мы находим их, и мы, например, всегда, когда запускаем анонсирование мероприятия, мы сразу понимаем, кто эти люди, и мы сразу им в личку просто пишем, типа, у нас будет мероприятие через неделю по вашей теме, если несложно, поделитесь. Или он сам находит это мероприятие, и дальше с удовольствием им делится, потому что он понимает, что ему выгодно пригласить людей на это мероприятие. И последний инструмент, который я хотела бы рассказать, это партнеры. Партнерами могут быть учреждения культуры, учебные заведения, могут быть даже какие-нибудь кафе, клубы, фитнес-центры. И чем неожиданнее это партнерство, тем может быть больше и сильнее эффект. Здесь все зависит от вашей фантазии, кого вы сможете привлечь в качестве партнеров. Но я думаю, что ситуация очень специфическая в каждом регионе, в каждом киноклубе, поэтому подробнее останавливаться не будем. Но в целом даже конкуренты ваши могут становиться партнерами, если вы придумаете, как с ними разойтись, как с ними не враждовать, а кооперироваться. Это все инструменты, которые я вам хотела показать. Но у нас дальше есть еще разные этапы продвижения. У нас с вами есть этап анонсирования, то, что мы делаем до. Есть сопровождение, то, что мы делаем во время. Есть освещение, отработка, то, что мы делаем в самом конце, когда уже мероприятие прошло. Для анонсирования мы как раз используем все наши инструменты, которые я перечисляла, которые мы с вами обсудили. Все их мы можем спокойно использовать. Дальше возникает важный момент, что очень часто на этом все и заканчивается. То есть проанонсировали и все. Но очень важно дальше отрабатывать. Мы думаем, что мы можем сделать во время мероприятия, чтобы повысить его информационный охват. То есть те люди, которые к нам на мероприятие не пришли, чтобы они тоже узнали, что было классно. Что мы можем делать? Во-первых, прямая трансляция с обсуждением, например, может вполне быть. Могут быть сторис, которые мы выкладываем в Инстаграм, в Фейсбук, ВКонтакте. Все они позволяют выкладывать сторис. Можут быть какие-то инстаграмогеничные объекты. Условно говоря, если мы сделаем какой-то баннер, на фоне которого все захотят сфотографироваться, какую-нибудь классную табличку, статуэтку, какую-то клевую заставку. Потому что люди любят рассказывать про то, что они куда-то пришли. Нужно дать им такую возможность, чтобы они одним кадром могли показать, что я пришел на киноклуб. Поэтому это может быть какой-то... Ну вот смотрите, даже вот эта штука... Мы же закончим лекцию, я сейчас сфотографирую и выложу к себе в Инстаграм. Потому что я похвастаюсь, что я читала лекцию. И у вас, на самом деле, вот сумочки, да? У вас ведь тоже есть сумочки. Да, есть у каждого по сумке. Я думаю, что кто-то из вас тоже наверняка уже выложил, показал, что он был на мероприятии. Это тоже все инстаграмогеничные объекты. Может быть такая затратная вещь, как сумка и сувенирка, а может быть простая вещь, как баннер, который вы сделаете один раз на всю жизнь. И могут быть, например, конкурсы или на какие-то посты, или на рецензии. То есть, опять же, повторюсь, конкурс не просто поставь лайк, а конкурс напиши рецензию. Конкурс сделай пост с нашего мероприятия. Для того, чтобы люди расширяли вам охват за счет своей собственной аудитории. В общем, мы таким образом с вами придумываем, как мы можем расширить охват аудитории во время мероприятия. А дальше самое сложное, на самом деле, возникает. Когда прошло мероприятие, нам нужно сделать так, чтобы про него снова рассказать. На самом деле, нет ничего тоскливее, чем отчеты о прошедших мероприятиях. Потому что это не новости, а старости уже такие. Сейчас заработает. И для того, чтобы это понять, я хочу вам предложить такое упражнение. Вот представьте, что у вас был юбилей вчера. У вас было супершикарное торжество, на которое вы позвали всех своих друзей. Но какой-то особо одаренный друг все перепутал. Вот пришел сегодня. А юбилей был вчера. И салаты все были вчера, и гости все были вчера. И вообще все веселье было вчера. И вот он пришел, а юбилей был вчера. И вот сейчас вы должны как-то с ним провести это время и что-то ему, наверное, рассказать про вчерашний юбилей. И как-то сделать так, чтобы ему было не слишком обидно, и вам как бы не слишком неловко. Вот что вы ему будете рассказывать про вчерашний праздник? Что вы можете ему такое дать, чтобы сгладить немножко эту неловкость? У меня шампанское осталось чуть-чуть. Супер. Надо сказать, что еще не все съедено, не все выпьем. Супер, сейчас. Еще есть ролики. Вот мы сейчас как раз разберем фотки. Давай вместе разберем, посмотрим. Да, сейчас, стойте, давайте остановимся. Смотрите, во-первых, у нас не все съедено, не все выпьем. Осталось немножко шампанского, давай вместе выпьем. Например, вы можете показать какой-то тизер фильма. Который мы вчера смотрели. Дальше вы говорите, а вчера еще у нас такие фотки были. Этот-то пришел в таком костюме, а этот вообще в таком костюме. Сейчас я тебе покажу. Мы можем показать фотографии. И человек, который пришел, он может хотя бы посмотреть и посожалеть, что как вчера было круто, а меня вот на этих фотографиях нет. Хорошо, это второе. Что еще мы можем сделать? Еще мы можем, например, рассказать, какие были вчера салаты и дать ему рецепт салата, чтобы сам дом приготовил. Например, если у нас эксперт был, который рассказывал, как разбирать кино на какие-нибудь сложные социальные темы, то можно дать инструкцию, написать какой-то полезный пост про то, что было связано со вчерашней темой. Соответственно, мы дальше... Понимаете, как бы все сейчас, что мы с вами придумали, мы сделали так, чтобы вот этому человеку, который приперся спустя день, было как бы не слишком скучно, не слишком жалко. Мы ему как бы разные какие-то компенсации даем. И вот очень важно, в постах, которыми мы рассказываем про прошедшее событие, мы тоже давали какую-то компенсацию. Обещание следующего мероприятия, интересный контент, какую-то пользу, какую-то возможность принять участие в дискуссии, в обсуждении, почитать комментарии и отзывы тех людей, которые были, а его не было. То есть мы как бы даем какую-то компенсацию, чтобы наша новость не была такой унылой, что вчера состоялось заседание, все были счастливы, довольны, задавали вопросы, как это часто очень мои студенты пишут. Да, то есть что мы можем сделать? Фото, видео, сделать какую-то инфографику, если вдруг у нас было, опубликовать интервью, если кто-то там ответил нам на вопрос, дать какую-то полезность, материалы, собрать отзывы тех людей, которые были у нас. И мы можем все это разместить на своем сайте, в СМИ, в соцсетях, через e-mail-рассылку. То есть мы все это можем дальше по всем нашим каналам, которые мы обсуждали, можем раскидать. Снова показываю вам все инструменты продвижения, которые у нас были. И очень важно, что все эти инструменты, они образуют систему. То есть смотрите, если про нас написали журналисты, то это повод про эту статью рассказать в наших социальных сетях. Если у нас в социальных сетях были классные отзывы, то это повод их все собрать и отправить в e-mail-рассылки как подтверждение того, что у нас классно. То есть у нас все вот эти вот каналы, они все друг с другом взаимосвязаны, и нужно их рассматривать как систему. Поэтому они все работают друг на друга, все друг на друга создают контент, все вовлекают нашу аудиторию. И последний этап. Собственно, мы анализируем. Когда мы все это с вами сделали, мы с вами анализируем. Первый, мы можем посмотреть, как сработали наши инструменты продвижения. На какие вопросы мы здесь отвечаем. Первый важный вопрос, мне кажется, это какая конверсия была. Потому что этот вопрос вам пригодится на будущее. То есть я вам сказала, что я знаю, что у нас 30% зарегистрировавшихся приходит. Это означает, вот просто это проверено годами, что я точно знаю, сколько стульев мне надо поставить. Я точно знаю, в какой момент мне нужно закрыть регистрацию. То есть это очень полезная, очень важная информация, которая помогает работать в будущем. Из каких каналов сколько людей пришло? Вот я помню, когда мы только начинали продвижение Шаненки, мы, я помню, прям неделю упоролись, раскидывали анонсы в ЖЖ. Просто раскидывали, 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 раскидывали. А потом, когда спросили у людей, откуда вы пришли, то оказалось, что из ЖЖ-то никто не пришел. А мы просто неделю работали на ЖЖ и дали анонс на теориях и практиках, который занял 5 минут это анонсирование. Но все пришли с теории и практик, а мы потратили просто целую неделю на работу с ЖЖ. Поэтому, когда вы поймете, из каких каналов приходят люди, из каких не приходят, вы просто часть из них будете отключать, чтобы не тратить на них свои силы. Сколько стоило привлечение посетителей в каждом из каналов? Это важно знать, потому что, во-первых, опять же, отключать самые дорогие, если вдруг вы использовали платное продвижение. И вы будете знать, когда у вас платное мероприятие, какую цену на билет нужно поставить, потому что часть из этих денег у вас просто уйдет на продвижение. И вам важно знать, сколько именно уйдет на продвижение. И еще очень важно понять, кто же стал вашим PR-агентом. Вот, например, когда мы публикуем какой-то пост, и дальше видим, что нереальное количество репостов у поста, на самом деле, такое нереальное количество постов случается, когда есть кто-то один, который репостнул, и от него все начали репостить, потому что именно его считают экспертом. И вот если вы будете знать, кто этот один или двое человек, которые вам обеспечат огромный охват, то вы дальше с ними прицельно сможете работать. Поэтому важно понять, кто стал в итоге вашим рекламным агентом под конкретное каждое мероприятие. То есть мы проанализировали инструменты продвижения, а дальше мы анализируем, достигли ли мы той цели, которую мы поставили в самом начале, на самом первом этапе. И здесь мы уже смотрим, сколько людей пришло, кто были эти люди, потому что мы с вами делили нашу целевую аудиторию на сегменты, и важно понимать, кто же из них дошел, кто не дошел. Дальше важно понять, какая величина ядра. Ядро – это те люди, которые к нам приходят раз за разом, которые с нами остаются. Ядро – это самые ценные для нас люди, потому что они точно обеспечат нам посещаемость, они точно приведут за собой других людей. Привлечение их на каждое мероприятие стоит гораздо дешевле, чем привлечение новых людей. Все маркетологи знают, что привлекать нового посетителя гораздо дороже, чем работать со старым. Поэтому сколько у нас ядро, насколько оно увеличилось, какое у нас ядро по величине, какой был медиаэффект, сколько было публикаций, какой охват получил наш контент, который был во время мероприятия, после мероприятия, до мероприятия. Например, в Нижнем Новгороде один сотовый оператор проводит публичные лекции. И мы как раз разговаривали, а в чем смысл, в чем интерес этого сотового оператора проводить эти публичные лекции? Они говорят, смотрите, мы когда анонсируем, наши анонсы видят 30 тысяч человек. И везде пометка, что это вот этот сотовый оператор делает. Они показали, что мы занимаемся просвещением за какие-то сущие копейки. Потому что если бы они показывали просто рекламу «покупайте наш тариф», это вызвало бы негатив. А так они появляются в мобильных телефонах, в всех анонсах и рассылках у людей, но с позитивным окрасом получается этот охват бесплатно. Поэтому какой у вас будет охват, когда вы опубликовали анонсы, когда вы делали трансляции, когда вы потом, постфактум, написали что-то про событие, которое произошло. И, конечно же, количество обратной связи, вернее, качество обратной связи, какие отзывы вам написали, это тоже важно все собрать, проанализировать. Это, в общем, все семь этапов, по которым мы с вами прошлись. Это, напоследок, сервисы. Я показывала разные сервисы, но это вот те, которые для меня просто как палочка-выручалочка. Главред для того, чтобы редактировать тексты, канва для того, чтобы делать картинки, таймпэд для того, чтобы создавать регистрации на события, делать рассылки, напоминания, собирать обратную связь, тильды для того, чтобы сделать самые простенькие сайты, и Unisendr или MailChimp для того, чтобы делать рассылки. В общем-то, все, что я хотела вам рассказать. Пожалуйста, поблагодарим вам.